Служение Дерека Принца. Война на земле. Часть вторая. Я уже это говорил, но скажу еще раз. Не нужно называть их дьяволами. Дьявол — это греческое слово, которое означает «клеветник». Это титул самого сатаны. А мы имеем дело с даймонион или с демонами. Но никак не с дьяволами. Это совершенно другие существа. Откуда они взялись? Не думаю, что кто-то имеет абсолютно правильный ответ. Я считаю, что, скорее всего, это бесплотные духи доадамовой расы, которая погибла от Божьего суда между первым и вторым стихами первой главы бытия. Я рад узнать, что ваш пастор думает так же, как и я. Мы можем ошибаться, но это лучшее, до чего я додумался. Я прав? Хорошо. Спасибо вам большое. Но характерная черта демона — это то, что он отчаянно желает обзавестись телом. Он не успокоится, пока не проникнет в тело. Они отдают предпочтение телу мужчины или женщины, но могут согласиться и на свиней. Помните демонов, которые были в «Человеке» из Гадаров? Они попросили, чтобы их отправили в свиней? Они не хотели быть без тела, но не понимали, что их нахождение в теле свиней приведет к смерти свиней, и они окажутся с той же проблемой. Итак, это личность, которая не имеет тела, но отчаянно хочет обрести его, потому что только через тело он может воплощать свои безбожные похоти. Если это демон алкоголя, то ему нужно найти горло, через которое будет употреблять. Если это демон сексуальной аморальности, то ему нужны половые органы, через которые он может действовать. Если это демон ненависти, то ему нужны эмоции, которые он может использовать. То есть мы окружены невидимым войском личности без тел, которые отчаянно хотят овладеть телом и не оказаться за его пределами. Думаю, нужно немного рассказать о том, как я к этому пришел. Я не вызывался добровольцем для этого служения. Меня мобилизовали, когда я стал пастором очень маленькой, пятидесятнической церкви в Сиатле. Я часто встречался с евангельскими бизнесменами. Однажды мне позвонил баптистский пастор. Брат принц, в моей церкви есть женщина, которой нужно освобождение от демонов. Я не привык к тому, чтобы баптистские пасторы говорили подобные вещи. Но затем он сказал нечто еще более удивительное. Бог показал мне, что вы, женой, станете инструментами для ее освобождения. Я не позволяю чужим откровениям диктовать мне, что мне делать. Поэтому я сразу отправил срочную телеграмму на небо. Бог ответил, «Да, это от меня». Я договорился о встрече с этой женщиной. Мы выбрали для этого субботнее утро. В то же самое время я познакомился с пресвятерианской парой, которая недавно крестилась Святым Духом. Пока мы ждали ту женщину, к нам пришла эта пресвятерианская пара. Мы сказали, что они могут остаться, но мы не знаем, чем это может закончиться. «Ну, может быть, интересно». Вскоре пришел баптистский пастор с той женщиной, которая оказалась секретарем церкви. Ей было около 35 лет. Она была обычной домохозяйкой. В ней не было ничего странного или необычного, ни странного голоса, ни огня в глазах. Обычная баптистка. Пастор был убежден, что с ней что-то не так. Он посадил ее на стул и сказал, «Она уже получала свободу от демона никотина, но у нее есть и другие». Он встал перед ней и начал кричать на демонов. С опытом я понял, что от криков на демонов силы больше не прибавляется. Демоны-то не глухие. Даже дух глухоты не глухой. Кричать при этом не нужно. Это пустая трата энергии. Итак, он стоит там и орет. «Я приказываю тебе выйти». Но ничего не происходит. Потом он сказал, «Во имя Иисуса приказываю тебе выйти». И лицо женщины изменилось. На нем появилось совсем другое выражение. И какое-то время он остановился и отошел в сторону. Я подумал. «Если он смог, то я так смогу». И вот я встал перед ней и со знанием дела сказал, «Ты дух, находящийся в этой женщине. Я обращаюсь к тебе, а не к этой женщине. Как тебя зовут?» Но он не отвечал. Тогда я сказал, «Я приказываю тебе во имя Иисуса, отвечай, как твое имя». И со временем он все-таки ответил. Сразу перед этим она изменилась. Скрестила руки на горле и начала себя душить. Со мной был пресвятырианец, который был больше меня. И совместными усилиями мы оттянули ее руки от ее горла. После этого демон вдруг ответил, «Мое имя — ненависть». Когда он это сказал, каждый мускул на лице этой женщины выразил невероятную ненависть. Я еще никогда не видел такой чистой ненависти в чьих-то глазах. Я сказал, «Демон ненависти, выходи из этой женщины». И грубый мужской голос ответил, «Я не буду выходить. Это мой дом. Я прожил здесь 35 лет, поэтому я не буду выходить». В голове я тут же перебрал все истории из Библии и вспомнил, что Иисус говорил, что после того, как злой дух выходит, со временем он возвращается в свой дом, то есть все по Писанию. «Но я решил побить его именем Иисуса и Писанием, и вдруг он вышел с громким и продолжительным рыком. Когда он вышел, женщина расслабилась и упала вперед, а напряжение внутри меня утихло. Демон вышел, но перед выходом он сказал, «Даже если я выйду, тут останутся мои братья, и они ее убьют». То есть там был не один демон. Итак, мы занялись этим, и на это ушло 2-3 часа. Из нее вышло 7 или даже 8 различных духов. Больше всего меня впечатлила жалость к себе. Я начал понимать, что некоторые реакции людей не были естественными. Последним из нее вышел дух смерти. Я сразу же проверил Писание, потому что думал, что смерть — это телесное состояние. Но потом я вспомнил, что в Откровении 6 главе одного из всадников звали смерть. То есть смерть — это личность. Когда этот дух вышел, женщина лежала на спине на полу. Ее лицо было бледным, ее кожа была холодной. Если бы вы вошли и увидели ее, то решили бы, что она мертва. Она полежала там еще минут 10, потом подняла руки и начала говорить на языках. Я спрашивал у демонов, как вы вошли в эту женщину. У духа смерти я спросил, когда ты вошел в эту женщину? Три с половиной года назад, когда она чуть не умерла на операционном столе. Когда женщина получила освобождение, я вернул ее баптистскому пастору, и он отвез ее домой. Через пару дней женщина позвонила нам и сказала, «Кажется, они пытаются вернуться. Вы можете приехать и помочь мне?» Мы приехали и поговорили с ней, и я понял, что она боится того, что они вернутся, и этот страх может быть дверью для демонов. У женщины была шестилетняя дочь, которая была стеснительной, худой и несчастной девочкой. Она повсюду следовала за нами. Но когда я смотрел на нее, она пряталась. Она не могла смотреть в глаза. Поэтому я сказал матери, «Мне кажется, что у вашей дочери та же проблема, что и у вас». «Вы за нее помолитесь?» «Конечно». В следующую субботу к нам привезли ее дочь. И с ней мы проделали почти то же, что и с ее мамой. Почти все духи, что были в матери, были и в дочери. Среди них были ненависть и смерть. Когда смерть вышла из девочки, она лежала на полу и была похожа на мертвую. Я интересовался их жизнью два года, и они до сих пор живут в свободе. Девочка, страдающая замедленным развитием, стала совершенно нормальной. Я прославляю за это Господа. Со временем Господь привел меня в служение массового освобождения. Я занимался этим в России, Казахстане, Турции, даже Новой Зеландии и Австралии и во многих других странах. Я понял, что это можно делать массово. массово. Может, это и не лучший способ, но если нет другого выхода, то нужно делать все, что возможно. Я научился помогать людям, как осознать их проблему, показать им путь к освобождению и молиться за них. Ну, а сейчас я хочу ответить на самые распространенные вопросы. Как они входят? Ну, обычно через слабое место или момент слабости. Дьявол ищет слабые места или моменты для того, чтобы войти. Что это за моменты слабости или слабые места? Дам вам не полный перечень, а лишь общее представление. Во-первых, до рождения. Многие дети рождаются с демоном внутри. Это происходит по вине матери. И основная причина, почему нерожденные дети попадают в руки демонов, это оккультная практика в жизни матери. Любая оккультная практика открывает дверь вашу жизнь для демонов. Как гласит старая пословица, «Хочешь хлебать с дьяволом? Возьми ложку с длинной ручкой». Нет такой ложки, которая позволила бы вам безопасно хлебать с дьяволом. Я хочу прочитать вам второзаконие 18 главу в современном переводе, потому что язык более современный. Вот что Бог сказал об оккультизме или общении с любого рода духами не от Бога. Это написано израилитянам до того, как они вошли в землю обетованную. Когда придешь на землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, не учись у других народов делать мерзости, не приносив жертву на огне своего алтаря ни сыновей, ни дочерей своих. Это 18-е глава второзакония, 9-й стих. Итак, первый вид людей — это те, кто приносят своих детей в жертву Богу Молоху. Поймите, все, что перечислено после этого, относится к той же категории, что и приношение своих детей в жертву Молоху. Господь не проводит никакого различия, не приносив жертву на огне своего алтаря ни сыновей, ни дочерей своих, не пытаясь узнать о будущем, расспрашивая прорицателя, и не ходи к волшебнику. Прорицатель — это тот, кто предсказывает будущее с помощью Духа, который не от Бога. Каждая гадалка — это прорицатель. Если вы когда-то были в гадалке, то встречались с Духом прорицания. Я помню женщину, которой нужно было освобождение от Духа прорицания. Она говорила, «Я не понимаю, как он в меня проник». Но я узнал, что она регулярно читала свой гороскоп в газете. Это все, что требуется. Конечно же, никто из вас никогда этого не делал. Итак, далее пишутся, расспрашивая прорицателя, и не ходи к волшебнику, колдунни или колдуно. Сейчас в Соединенных Штатах Америки это очень популярно. От Белого Дома до самых низов. Не ходи к обаятелю, вызывающему духов, волшебнику и вопрошающему мертвых. Господу Богу Твоему ненавистны те, кто делает такое. Потому Он изгоняет ради тебя другие народы из этой страны. Будь непорочен перед Господом. Любой, кто делает это, омерзителен. Если вы идете к гадалке, омерзительно. Бог отнес это в ту же категорию, что и приношение детей в жертву. Вы можете спросить, а что не так с оккультизмом? Когда вы участвуете в оккультизме, вы дружите с Божьими врагами. Поэтому вам нужно в этом покаяться и прекратить любое участие в оккультизме. Приведу вам пример, который произошел совсем недавно. Одна христианка пришла ко мне со своей печалью. Она сказала, «Мы получили письмо от нашего сына, который сейчас в колледже». Он написал, что от рождения был гомосексуалистом. Я спросил у нее, «Когда вы были беременны, вы участвовали в оккультизме?» «Да, я пыталась определить, мальчик у меня будет или девочка». Я гадала с помощью маятника. Если он будет вращаться в одну сторону, то это мальчик, если в другую, то девочка. Так, вы впустили демона в жизнь своего еще нерожденного сына. Поэтому он гомосексуалист от рождения. Она была очень хорошей христианкой. Она все поняла, покаялась, и со временем ее молитвы принесли свободу ее сыну. Пусть это будет для вас предостережением. С этим шутить нельзя. Если вы хотите больше узнать об оккультизме, то прочтите об этом в моей книге. Еще один распространенный демон, который входит в нерожденных детей, это демон отверженности. Каждый ребенок появляется на свет, желая одного больше, чем чего-либо другого. Чего? Конечно же, любви. Но у матери очень много детей, недостаточно денег, и вот она узнает, что беременна и сожалеет об этом. Ей не нужно ничего говорить. Она просто думает, если бы этого ребенка не было. И ребенок рождается с духом отверженности. Это было с моей второй женой. Она родилась в 30-м году в разгар Великой Депрессии. Она была восьмым ребенком. Матери было сложно прокормить даже семерых детей, поэтому она не хотела иметь еще один лишний род. Руфи нужно освобождение от духа отверженности. Слава Богу, мы знали, что делать, и она была освобождена. Но отверженность это очень распространенный демон, и он очень часто входит в человека еще в утробе матери. Следующая причина это давление в раннем детстве. В послании Иакова 3-й главе 16-м стихе сказано так, «Ибо там, где есть зависть и себелюбие, там и беспорядок и всякое зло». Итак, дети, рожденные в семье, где есть распри и зависть, подвержены демонам. У большинства детей нет сил для того, чтобы защитить себя от демонов. Любой ребенок, рожденный в разделенном доме, может быть подвержен демонам. Сколько таких демонов в США много, не так ли? Итак, видите, родители ответственны за поддержание в своем доме атмосферы, где дети могут расти без демонического воздействия. Лишь немногие родители в Америке делают это. Это одна из причин, почему я написал книгу «Мужья и отцы». Главная проблема американской культуры это мужья и отцы, и все вращается вокруг них. Жены и матери могут многое, но они не могут заменить мужей и отцов. Самая большая нужда современной Америки это настоящие отцы. «Аминь». Женщины могут сказать на это «Аминь». Я был женат на двух замечательных женщинах. Я никогда не был и не буду женоненавистником. Я всегда относился к женщинам хорошо и хотел для них самого лучшего. Я не могу видеть, как они занимаются проституцией с этим миром. У меня высокие стандарты по отношению к женщинам. Я знаю, какими они могут быть. Поймите меня правильно. Когда я говорю, что нам нужны отцы, это не значит, что нам не нужны матери. Хороших матерей у нас больше, чем хороших отцов. Многие дети в современной Америке подвержены воздействию демонов с раннего детства. У большинства из них нет духовной защиты. Затем идет эмоциональный шок или продолжительное эмоциональное давление. Однажды одна женщина обратилась ко мне за освобождением от духа страха. Я спросил, а как он вошел в вас? Ну, я стояла на тротуаре, и у меня на глазах произошла ужасная авария. В тот момент меня охватил страх, и я поняла, что в меня вошел демон страха. Покажу вам пример из Писания. Это первое послание Петра, 3-я глава, 6-й стих. Здесь речь идет о женщинах, христианках. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы деете ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Чтобы быть дочерью Сарры, вы не должны смущаться ни от какого страха. То есть не поддаваться внезапному эмоциональному шоку. Иначе вполне возможно, что в вас войдет демон. Еще один способ, как демон может войти, через греховные действия и привычки. Если вы постоянно пребываете в каком-то грехе, то рано или поздно, скорее рано, чем поздно, демон этого греха войдет в вас. Однажды я молился в церкви, ко мне подошла женщина, и я сказал ей, «Я думаю, у вас есть демон критицизма. Вы хотите, чтобы я его изгнал?» «О, да? Тогда я сказал». Демон критицизма, выходи из нее. В этот момент несколько человек вокруг нее тоже получили освобождение. Критицизм — это греховная привычка, и она открывает вас для демонов. Далее идет причина, которую никогда не обсуждают в церкви, а поэтому людям приходится обсуждать ее с психологами и психиатрами. Я имею в виду мастурбацию. Кое-кто считает, что мастурбация — это вполне себе естественно. Я с этим не согласен. Вы вольны думать, как вам хочется, но я знаю, что есть много людей, которые регулярно мастурбируют и ненавидят себя за это. Они обещают себе никогда больше не делать этого. Но со временем снова возвращаются к этому. Это демон мастурбации. Я не хочу вас стыдить, но расскажу вам, как он может выйти. Вы чувствуете тепло и покалывание в пальцах и ладонях. Ваши пальцы костенеют и, возможно, даже выгибаются назад. Иногда люди говорят мне, не знаю, почему, но я чувствую покалывание в пальцах. Я отвечаю, вы имеете демона мастурбации. Избавьтесь от него. Мастурбация не уйдет от вас, пока вы не возненавидите ее по-настоящему. Вы можете сказать, я женат и счастлив в браке. Я рад за вас, но я изгонял демона мастурбации из 50-летнего женатого мужчины. он был рабом мастурбации. Давайте поговорим начистоту. Когда один из партнеров имеет демона мастурбации, то удовлетворение от полового акта, которое должен получать другой партнер, уходит к демону, а не к нему. Вы меня понимаете? Я надеюсь, понимаете. Я пытаюсь быть откровенным, но при этом никого не обидеть. И еще один распространенный путь, через который проникают демоны, это праздные слова. Вы только послушайте, что сказал об этом сам Иисус. Это Евангелие от Матфея 12 глава, 36 стих. Люди часто говорят, но я ведь, знаете, не серьезно. Именно об этом и говорит Иисус. «Любые слова, которые говорите, не имея их в виду, являются праздными. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Если вы не покаетесь, то вам придется отвечать за них в день суда. Люди часто говорят мне, «Но ведь я не это имел в виду. Я же не серьезно». Я отвечаю, это и есть праздные слова. «Не могу передать вам, сколько я встречал людей с духом смерти». Они сами пригласили его в свою жизнь. Они были в депрессии или отчаянии и говорили, «Лучше бы я умер. Зачем мне жить?» Это все, что вам нужно сказать, и демон смерти уже тут как тут. часто он входит именно так. Давайте мы повторим, как входят демоны. Это неполный перечень. И, во-первых, на первом месте до рождения. Из-за отношения матери ребенок чувствует себя нежеланным. Давление в раннем детстве. Дети, растущие в разделенных, разбитых семьях, автоматически открыты для демонов. эмоциональный шок или постоянное эмоциональное давление. Греховные действия или привычки — это следующий пункт. Ну, а потом мы говорили о праздных словах. Сейчас вы все это видите на своих экранах. Это не полный список, но он дает вам представление о том, как входят демоны. А сейчас я хочу перечислить характерную деятельность демонов. Во-первых, демоны соблазняют. Они пречают нас делать зло и грешить. Приведу пример. Вы работаете на улице, а кто-то, проходя мимо, уронил кошелек полный денег, и неслышный голос говорит вам «Подними его». Он может стать твоим. Все, что может говорить, это личность, и за этим неслышным голосом тоже скрывается личность. Эта личность соблазняет вас совершить зло. Вы можете не отреагировать на него, но он будет пытаться заставить вас сделать то, что впустит его в вашу жизнь. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады. 6ам. Продолжение следует...